В Сочи проживают более 18 тысяч людей с инвалидностью. Еще пять лет назад просто выехать в город маломобильным сочинцам было непросто. Большое внимание созданию безбарьерной среды было уделено во время подготовки к Олимпиаде. И сейчас это наследие необходимо не только сохранять, но и приумножать. С этих слов и начал свою речь мэр курорта Анатолий Пахомов. Мы, власти, все будем делать для того, чтобы всячески поддерживать людей в достижении цели, когда они в этом нуждаются. Делать все возможное для защиты прав интеграции инвалидов в политическую, социально-экономическую и культурную жизнь города – ответственная задача для общества. Глава города также отметил высокую активность и помощь в проведении различных мероприятий общественных организаций инвалидов и реабилитационных центров. Самым инициативным руководителем Анатолий Пахомов вручил благодарственные письма. Слова благодарности и поздравления в адрес маломобильных групп населения, а также организации, работающим с такими людьми, выразил и председатель городского собрания Сочи. Благодарственное письмо от депутатов получила и Римма Виноградова. Уже 15 лет она работает помощником Любови Морозовой, которая возглавляет одну из организаций Всероссийского общества инвалидов «Рассвет». В нем числятся 86 человек, в основном пожилые люди. Вчера мы раздавали продовольственные наборы, завтра мы будем денежную, материальную помощь давать. Внимание им, конечно, а большую помощь, к сожалению, мы оказать не можем. Но депутат у нас, Мингалей, он, конечно, помогает инвалидам хорошо. Пожалуй, самое главное для людей с инвалидностью – это внимание. И сегодня, в канун празднования Международного дня инвалидов, прошел праздничный концерт. Участие в нем приняли представители общественных организаций и ребята, выступавшие на фестивале «Хрустальный петушок». Кристина Щербина инвалид детства по зрению, но, несмотря на свой недуг, старается вести активный образ жизни. Раньше занималась спортом, теперь вокалом. Главное, говорит Кристина, идти по жизни с улыбкой. У меня душа такая светлая, мне хочется всем людям это показать, чтобы они всегда все улыбались, несмотря на свои невзгоды, проблемы, чтобы у них все было тоже хорошо. Занимаюсь я в Центре дополнительного образования, в ХОСТе у своей преподавательницы Бриндаус Виктории Вильямовны. И таких людей, не теряющих веру в себя и желающих принести пользу родному городу, в Сочи множество. Главное, отмечают они, чтобы общество их принимало и всячески поддерживало.